Вопросы о том, что мы наши и прочие. Вот недавно совершенно читал мемуары уральского поэта Ильи Кормильцева. И он вспоминал в 80-е годы, что даже в рок-среде, среди рок-музыкантов сибирских, когда слушали вражеские голоса, слушали исключительно ради музыки. И всегда были настроены очень имперски. То есть никакие антисоветские настроения, которые очень были в рок-среде столиц Московской и Питерской, абсолютно в Сибири, как говорится, не прокатывали. Откуда тогда сейчас в Сибири какие-то сепаратистские настроения? Я читаю время, что говорят, что вот Сибирь сама по себе. Давайте мы с вами разберемся. Не все то, что показывают по телевизору или пишут в средствах массовой информации, особенно то, что касается распространения. То есть нет таких настроений? Они есть, но они не имеют такого широкого хождения. Так раньше же их не было бы вообще. Нет, раньше их не показывали. А пошептаться на кухне икнуть неровно в пользу того, что вот как же так. Я называю это из раздела пооригинальничать. Пооригинальничать. Это было всегда. Это было всегда, но никогда сибиряки не пытались из этого делать повод для эпатажа. Иногда эти об этом говорят не сильно убежденные, иногда не зная предмет обсуждения. Только потому, что он резонансный. Знаете, что такое дефицит? Помните из нашей истории? Ну, а также, конечно. Предмет ажиотажного спроса. И вот когда понимаешь, что ажиотажный спрос будет, эту тему начинает эксплуатировать. Эту тему я имею в виду не с Крымом, ни в коей мере, не с сепаратизмом. У нас, как только затрещал Советский Союз, появилось намерение о том, что нужно создать Сибирскую республику, например. Это не получило развития, как пресловутая эпидемия гриппа. Но это получилось. Получилось. Это нашло резонирующие последствия. Встревожило наших деятелей, которые, не стесняясь, родили о государстве. Потом обсудили, поговорили. Я чуть позже сказал о том, что если так, то давайте пусть нам климатическую ренту платят. Что у нас? Ботинки толще, стены толще, а тропительный сезон длиннее. Мы на одежду тратимся, а зарплата средняя по России. Ну, как же так? Поэтому здесь сейчас это есть. Это было всегда. Это было всегда. Но я должен напомнить одну простую историю, если, может, вы заговорили, почему в Сибири это появляется. Представьте, кто такие сибиряки. Прошло больше 300 лет до покорения в Сибири русскими. Кто покорял-то? Либо экспедиционный корпус, начиная с Ромака Тимофеевича за товарищами, либо осужденные. По уголовным, чуть позже по политическим статьям. То есть тех, кто шел против режима, против строя, то есть против государства. Но потомки этих людей уже в рамках сибирских дивизий здесь полегли под Москвой. Полегли там, под Ахжевом, на марше. Приходили и в тулупах ложились в мерзлую землю. Точнее, не в мерзлую, а на нее. То есть люди, которые поражены в правах, которые предполагают, в общем-то, из-за этого своего происхождения, ну, иметь претензию к стране, государству, к истории хотя бы. И тем не менее, искренне и свято служат. Что, они обморозились, что ли, в Сибири? Нет. В случае с Евгением, это знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но предваритель добрый педер. И иногда, в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задано, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет, подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел. Ведь многие участники вашего цеха, фабрики общественного мнения, они настолько самососреботочены, что никогда не смотрят то, что сделали их коллеги. Вот, и предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле далеко не журналист. Но то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место, это не диван. Все было, на мой взгляд, верно и воздрало смысл. Ну, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова